Дождались, наконец-то, GTX 1080 у меня в руках. Вот раз, одна видеокарта, вот два видеокарта, три видеокарта, четыре видеокарта. Все, теперь четыре видеокарта GTX 1080 были в моих руках, я вам это обещал. Давайте так, смотрите, MSI, как мне рассказали, у них будет теперь четыре серии видеокарт разных. Самая начальная, это вот эта вот, Aero, насколько я помню, называется. Это простая турбина, это, скажем так, самая-самая массовая видеокарта. Идем дальше, следующая видеокарта будет вот такая вот, называется Armored, черно-белая. По факту здесь охлаждение ровно то же самое, что было в 980-е, в 970-е, то есть в видеокартах прошлого поколения, но на новой видеокарте. Все то же самое охлаждение, но другие цвета, и это хорошо, потому что охлаждение было просто бомбическим. Так вот, это Aero, это немножко более игровой people, скажем так. Вот эта уже видеокарта, нет, это не она, а вот эта уже видеокарта. Вот эта уже полностью игровая видеокарта. Это видеокарта Gaming, у нее переработанное охлаждение, лопасти стали у нее немножко длиннее, площадь контакта с воздухом увеличилась, за счет чего увеличился воздушный поток. Переработали дизайн, он стал еще более агрессивным, вот эта вот штука подсвечивается, появилась здесь интересная такая текстура. Вот это, кстати, RGB-подсветка здесь, и в общем-то там есть еще определенное улучшение, но уже внутри видеокарты, которые я показать сейчас я не могу. Кстати, говорят, саму плату полностью переработали, и, как видите, есть Backplate. Это полностью игровая видеокарта, а вот эта уже видеокарта, она тоже полностью игровая, но это уже просто супер-мега-топ. Отличается тем, что, да ничем толком не отличается, кроме того, что частоты здесь немножко выше, а сзади есть вот такой вот щит с драконом, который еще RGB-подсвечивается. Вот это прикольно. И все это выглядит вот так вот. Вот эта система здесь в компе стоит. Система стоит в компе, это 970-я. Охлаждение у нее точно такое же, как у 980-й. Полностью все та же подсветка, те же вентиляторы. Тоже, как видите, система сейчас пашет. Вот, кулер процессора крутится, а кулера видеокарты стоят. То есть, пока не нагреется до определенной температуры, тоже система не работает. Это классно. И, кстати, обратите внимание, небольшая утечка. Это процессорный кулер от MSI, но никому не показывайте. И четвертая линейка видеокарт, которые будут в продаже даже у нас в Украине, и мне это просто даже пообещали, это видеокарты с турбиной и с жидкостным охлаждением. Я думаю, кто видит, тот видит. Кличкизм у меня, конечно, не пропадает никуда. Это видеокарта, для которой охлаждение сделала компания Corsair, и оно с завода уже здесь стоит. И вот такая штука будет у нас в Украине в продажу. Вот это реально тема. Вот это я хочу. Хотите увидеть больше новинок с выставки Computex 2016? Тогда смотрите другие наши видео вот в этом вот плейлисте, который сейчас слева от меня. А еще подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, а мы побежали дальше трудиться.